Книга «Гуси-гуси, га-га-га» считается детской, но она далеко не детская. И нужно ответить, что она нетипична для Крапивина. Ждёшь этакого действительно лёгкого детского чтива, судя по названию, и вдруг натыкаешься на по-настоящему страшную антиутопию. Внешне благополучный мир индекса, описанный в этой книге, на самом деле чудовищный фашизм. И ещё больше усиливает шок то, что этому фашизму осмеливаются главные герои противостоять, в том числе и главные герои дети. А фашизм мира индекса, похоже, ещё даже более чудовищен, чем описанный Ефремовым фашизм Торманса в романе «Часбукат». Особенно усиливает шок, что мир индекса в этой повести – это мир голубятни на жёлтое поленье. Точнее, мир скадормына, члена экипажа суперкрейсера дальней разведки, космонавта Ярослава Рудина. В этом романе «Голубятни на жёлтое поленье» уже заметно, что этот его мир, несмотря на внешнее благополучие, всё же неблагополучен, но что он настолько деградирует, представить себе очень сложно. Крапивин очень умело подвёл людей к тому, чтобы показать им, насколько же способно деградировать общество внешне такого сияющего, такого вроде бы развитого социализма, немного уступающего коммунизму мирополния братьев Стругацких. Ещё недавно этот мир вовсю осваивал другие планеты, превращал в прекрасный дом нашу планету Земля, полетел уже через нуль пространства на крейсерах дальней разведки к звёздам и побывал уже на ближайших звёздах. И вдруг, как-то незаметно, взял и превратил людей в этом мире в винтики системы. Можно добавить винтики системы, в которой уже не осталось ничего человеческого. Конечно, такие антиутопии нужны и очень нужны ещё со времён Часа Бакана Ивана Ефремова. И это очень хорошо, что Крапивин восполняет их недостаток. Хотя, конечно, читать такие книги по-настоящему больно. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных доставках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok